Волонтерство 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 Что касается Само волонтерского движения Люди не совсем понимают Чем занимается данная организация Но понимаем, что это помощь в чем-то Кому-то Конкретно, какие могут быть главные цели Волонтеров Где помощь волонтерам Каких может быть структурах Мы уже Планируется организовать более 700 мероприятий В течение этой недели И волонтеры могут выбрать У них есть очень большой спектр Мероприятий из которых они могут выбрать, потому что они могут помочь пожилым людям или ветеранам войны, у которых не остались близкие люди. К примеру, в прошлых годах у нас были классы, которые разделялись по дням и шли к пожилым людям, помогали им по хозяйству, несли им воду, помогали колоть дрова, девушки убирались или помогали им приготовить еду. Тоже в садиках проходило очень интересное мероприятие, оно называлось «Одна картошка, две картошки». И это было очень интересно, мы смотрели по фотографиям, детям очень сильно понравились. А в чем заключалась идея? Да, мы им сказали принесите одну, максимум две картошки в садик. И, само собой, дети были очень заинтересованы, они попытались найти самые большие картошки, которые они смогли найти у себя дома. И фотографировались, мерялись картошками, у кого побольше. И после этого мы поговорили с соцработниками и выяснили, в которых семья нуждается больше всего в помощи. И мы собрали несколько мешков картошки и отдали этим семям. И это было очень красиво. Это в виде игры вы помогли семьям, которые нуждаются в еде. Да, и тоже очень часто в садиках организовываются маленькие тренинги для детей, объясняя им, что такое волонтерство, почему хорошо заниматься волонтерством, как это развивает нас. И просим детей, чтобы они родителям рассказали, почему хорошо заняться волонтерством. Тоже очень хорошее и интересное мероприятие произошло в прошлом году, когда одна женщина, она парикмахер, пошла в дом престарелых и бесплатно в течение целого дня стригла пожилых людей. Это нам очень сильно понравилось. И вот мы помним эти мероприятия. В этом году тоже планируется очень-очень много мероприятий. Планируется убирание мусора с разных территорий, с школ. С территорий школ. Даже вот у нас, если не ошибаюсь, завтра или послезавтра будет в каком-то селе, они в кладбище будут собирать мусор. Или в парках. Также будут сажать деревья в разные... Вы уже сказали, Андрей, сегодня, что это десятая уже организованная неделя волонтерства. Вот если говорить... Я так понимаю, что вы давно, да, в этом движении? Я недавно начал работать как организатор, но я знаю давно про это мероприятие. И в начале, в первой выпуске национальной недели волонтерства, она не была такой большой, потому что обычно в участии принимали только участники коалиции волонтериат. Это не очень много организаций, но все равно делали очень красивые и хорошие вещи в течение одной недели. И после этого, вот, к примеру, в 2008 году мы более сильно склонились к волонтерству, внедряли в наши мероприятия политических деятелей, политических лидеров нашей страны. В 2009 году мы более сильно работали с звездами шоу-бизнеса. Потом в 2010-м мы работали с женами депутатов или министров и с женщинами, которые работают в бизнесе. Потому что иногда бывает очень трудно добраться к политическим лидерам. Ну, обычно их жены... Терезон легче, да? Да, они более открыты. А вот на сегодняшний день как-то можно отследить, вот, в течение этой недели, какое количество людей будет вовлечено в эту всю деятельность? То есть о каких цифрах идет речь? Да, вот, я могу дать цифру с прошлого года. Мы всегда делаем финальный рапорт, где включаем все мероприятия. И в прошлом году были вовлечены более 1600 волонтеров в наши мероприятия. Они общие... У меня есть статистические данные. Общая стоимость волонтерского труда составляла в 2015 году 890 тысяч леев. А что имеете в виду? Это сколько бы пришлось вложить? Да, сколько бы, если волонтеры работали, сколько нужно было бы им платить. Ну, мы посчитали это, не особо, мы посчитали это, их трудовые часы, как самые маленькие, малоплачиваемые. Грубо говоря, цифра практически приближается к миллиону сэкономленных леев. Нет. 890 тысяч, да. Нет, 89 тысяч. А, 89 тысяч. Ну, тоже немаленькая сумма. Ну, это же очень значительно, действительно. То есть люди... И опять же, это говорит о том, что человеку не обязательно чем-то обладать, для того, чтобы чем-то поделиться. Вот, кстати, как-то попасть в вашу организацию тем молодым людям, да, вообще любому человеку, который нас смотрит, кто хочет помочь и вашей организации, и просто людям. Национальная неделя волонтерства просто идеальна для того, чтобы начать заняться волонтерством, потому что будет организовано очень много мероприятий, разные мероприятия, и каждый может участвовать. У нас есть наша страница на Фейсбуке «Коалиция волонтерят» или наш блог «ТДВ WordPress», и там можно найти национальный календарь с мероприятиями, и там во всех регионах, в Кишиневе, в Бельсе, везде, где у нас будут произойти мероприятия, там написано контактные данные организации, которая будет заниматься этим мероприятием, и можно просто позвонить и спросить, когда она произойдет, и просто поучаствовать. Тоже мы, если разные организации хотят организовать какое-то мероприятие или инициативные группы, они просто должны тоже зайти на наш сайт, скачать оттуда формуляр, и просто наполнить место мероприятия, дата, сколько будет длиться партнеры, и отправить его нам, и после этого только фотографии сделать. Все очень быстро и легко. Да, все очень легко. А кто, Андрей, чаще всего становится волонтерами? То есть есть какая-то категория людей, которую можно выделить? Можно выделить молодых людей, молодежь, потому что они обычно очень активны, у них есть очень много сил и более-менее свободное время. Но мы не пытаемся взять внимание только молодежь, мы пытаемся популяризировать волонтерство и в рамках пожилых людей, и в рамках рабочих, потому что в западных странах очень популярны волонтерства при поддержке работодателя. И это очень сильно развивает работников и помогает быть более продуктивными. Но больше всего обычно это молодежь. Часто ли вы общаетесь с своими коллегами, может быть, из-за границы? Какой-то опыт, может, помимо того, что вы перечислили, может, еще подчеркните какой-то опыт для себя, который хотели бы, может быть, в будущем применить у нас в республике? Вот даже концепция национальной недели волонтерства, мы взяли его с западных стран, мы смотрели, это было уже давно, в 2006 году, когда участники коалиции волонтериат работали над законе о волонтерстве, они смотрели в хороших практиках за границей, они увидели, что в США или в Канаде или в Австралии проводятся такие мероприятия, как национальная неделя волонтерства, и они сказали, что было бы очень хорошо внедрить такое мероприятие и у нас. И мы хотим донести до всех людей, что волонтерство – это очень важно и очень хорошо, потому что это помогает развиться. Если мы говорим про молодежь, то, да, академическое обучение – это очень важно и очень интересно, но оно обычно не выходит за рамки. Волонтерство помогает очень сильно со стороны практики, потому что у волонтеров есть возможность сделать что-то на практическом, на техническом уровне, как редактировать какой-то документ, если вы волонтер в какой-то организации, какие-то переводы, как прислать имейл. Получается, ты не только помогаешь, но ты, по-первых, помогаешь себе, потому что набираешься опыта и становишься опытнее в своем деле, который тебе нравится. Да, даже если волонтерство – это не оплачиваемое действие, но ты в обмен получаешь очень много опыта. То, что очень хорошо помогает, когда молодежь пытается найти работу. В CV очень хорошо можно написать и проекты, в которых участвовал. И в моем примере я тоже нажал свою работу благодаря волонтерству, потому что у меня был очень хороший опыт, длинный опыт в волонтерстве, и мне было намного легче. Что ж, спасибо, что побывали сегодня у нас в студии и поделились вот этим информацией и вот этим настроением, с которым вы подходите к этому делу. Мы предлагаем присоединиться к волонтерскому движению нашей республики, чтобы оно было еще больше. Вам желаем удачно провести всю эту волонтерскую неделю, чтобы ваших участников становилось больше, помощи оказывалось вам нужно больше, ну и новые идеи, которые вы бы смогли бы реализовать в нашей республике. На сегодня в гостях был организатор национальной недели волонтерства Андрей Гайя. Еще раз спасибо. И мы продолжаем программу. Мы движемся далее от волонтерских движений. Перейдем к теме благотворительных мероприятий. Нила Смирнова далее подробнее. Перейдем к теме благотворительных мероприятий.